Светлана Светлана В маленьких компаниях, конечно, ничего нет В больших компаниях есть бенефиты хорошие Есть бенефит, например, матерный телиф Они дают два месяца до родов и шесть месяцев после родов Даже шесть месяцев оплачены? Да, оплачены Но дальше, да, но есть еще так называемый потерный телиф То есть, например, если два человека работают в хороших компаниях Где есть вот эти бенефиты, да? Да То идет сначала матерный телиф, да? Но отец тоже может взять матерный телиф Вот, наверное, не будет шесть месяцев Это будет, скорее всего, месяц Но он имеет такое же право И он может прекрасно этот месяц взять и находиться с ребенком, да? То есть, ребенку уже, считай, семь месяцев Давай так Подожди, дальше Дальше все выкручиваются по-своему Если у кого-то есть бабушки, дедушки и так далее, которые готовы сидеть с ребенком Значит, это все хорошо Если они не готовы сидеть Есть альтернативы работающим мамам, как daycare У нас внучка пошла в шесть месяцев daycare, когда дочка вышла на работу Поэтому такие вещи тоже возможны, да? Daycare стоит денег Но если зарплата мамы существенно выше, то есть ей важнее ходить на работу, чем сэкономить вот эти деньги, да? То, значит, альтернатива это daycare Daycare это ясно, как бы, да? Да, следующий уровень это пригласить няню либо с проживанием, либо няню без проживания То есть, все зависит от того, сколько у семьи денег Сколько стоит няня, которая по часовая приходит тебе без проживания? Ну, я думаю, что от няня от 15 до 20 долларов, час 25, может быть, даже Все серьезно? Да Я не знаю, я слышал, что люди там за 12 долларов работают Ну, за 12 долларов, если девочку-школьницу позовешь, посидеть с маленьким там 5-летним ребенком вечером, пока родители Ты знаешь, что, когда люди нелегально в стране, вот они, допустим, ждут там получения своего политического убежища, или они приехали, может быть, они легальные, но вот приехали по гринкад-лотерее и вообще по-английски ни слова не говорят Нет, но это какие-то исключительные обстоятельства Мы говорим о нормальном адаптированном человеке, которому можно доверить ребенку, чтобы он мог его, например, вот сейчас у той внучки есть няня, да? Да Она берет 15 долларов в час, но она единственное, что делает, она собирает уже взрослого ребенка из школы и везет ее на секцию, ждет на этой секции, потом из секции везет на другую секцию Но это человек с автомобилем, который использует автомобиль на работе Да, который знает, как везти, которому не страшно оставить ребенка Это все-таки не совсем то же самое, мы говорим о том, приехали ребята, они молодые, родили ребенка Это не ребенок, которому 7 лет, это ребенок, которому несколько месяцев нужно идти на работу, как быть? Вот я к этому, все, это не то, что няня, которая приходит на 2 часа в день, это более серьезная няня Но дело в том, что тут еще такой вопрос возникает, правильно? Правильно, правильно Возникает такой вопрос, что, например, если у меня грудной ребенок, да, а кто-то приехал и хочет работать, да, не адаптированный А почему, как я там своего ребенка, не понимаю вообще, что это человек Ну почему, может быть, ребенок, свой ребенок, и он там с вами осетит, но почему, ну ты выбирай Опять, в каждом конкретном случае, возможно, альтернативы, никто же не говорит, но они есть, скажем так, альтернативы есть Сколько стоит дейкер? Вот я думаю, что для самых маленьких, для грудничков, где-то это маленькие могут быть дейкеры, где в группе там 5-8 детей, все разновозрастные, да, где-то это может быть 1600 в месяц Давай я тебе такой вопрос задам, я не как мама, но я вот как папа, как работодатель в данном случае Вот, беру я на работу человека, так, или, допустим, у меня работала девушка, она рожает ребенка, отдает ребенка в дейкер 6-месячного или там 4-месячного Насколько у меня есть шансы видеть ее как работника на рабочем месте, а не, допустим, по больничному, ну там не по больничному, он болеет ребенок, когда с ним дома сидит Неоплачиваемый отпуск, там как угодно, но вот какие шансы, что ребенок в этом дейкере не будет там половину времени болеть? Не будет болеть половину времени, и это, конечно, самая тяжелая ситуация, потому что, когда ребенок в дейкере болеет, тогда нужно приглашать няню, или сидеть с мамой, или папой сидеть А плюс еще осложнение, возможно? А плюс еще осложнение, это очень тяжелая ситуация, это в конце вот это выходит Так что делать? А вы с проживанием, давай вариант с проживанием, что это значит? Вариант с проживанием, это значит, что человек живет с семьей, у него есть своя отдельная комната, это не значит, что он 24 часа работает Он может, ну, по договоренности, у него есть выходные дни Обычно день суббота, воскресенье, когда я тебе веду Ну, либо так, либо на неделе, все зависит Он находится с ребенком, но там уже дальше договоренность, кто ночью подходит к ребенку, если он плачет То есть, работающая мама, ну, ночью кто с ребенком находится То есть, это оговаривается? Это оговаривается, да, то есть, может быть, няня не выкроет, ну, время поспать, а она тогда на работе точно спать не сможешь Да Вот, это все оговаривается, значит, она проживает в семье, она питается в семье И помимо вот этих вот всех вещей, я еще платит зарплату Но зарплата небольшая, там, типа, тысячи долларов, да? Ну, ну, две с половиной тысячи вместе, я знаю, такие зарплаты Ну, как две с половиной тысячи, она же еще питается там и живет Питается и живет Мало того, я знаю, например, у меня племянница в Нью-Йорке, у них уже такая няня живет То есть, меняющиеся няня живут много лет Да И в Нью-Йорке есть вообще сервис такой, которая из России привозит Уж не знаю, легально или нелегально Привозит девушек Из Украины привозят, да Которые именно едут в Америку заработать Поэтому для них не столько важно проживание, потому что, естественно, им нужно где-то жить, да? Но они хотят получать наличные деньги, которые они... Но они проживают в стране, там, шесть-восемь месяцев Зарабатывают какие-то деньги, едут обратно, да? Им нужно нанимать новую няню Но это целый сервис, и они проводят скрининг, да, они отбирают людей У нас здесь очень много таких, в Западной Украине особенно Вот если ты поговоришь, что это дни, которые живут на Западной Украине Очень многие говорят, что у них там масса народа вот так уезжает куда-то на фармах Да, да, но агент соберет на себя ответственность за этих людей Что они у тебя не воруют весь дом, что они ничего не сделают с ребенком Но эти люди не просто сидят с ребенком, эти люди еще готовят между делом, да? Это, понимаешь как, опять, ты не можешь на человека навесить все Это все зависит от того, как ты с человеком договоришься, сколько ты им будешь за это платить То есть это чисто договорный вопрос Может быть, за готовку платишь отдельно, а за обороты платишь отдельно Я нюансов таких не знаю Я знаю, что человек живет в семье, питается и получает за это зарплату И имеет два дня выхода Но на самом деле, я думаю так, что если у людей есть возможность кого-то поселить к себе, да? То это все-таки они экономят Они меньше должны деньгами платить И кроме того, питание с общего котла, оно тоже на самом деле дешевле, чем человеку давать деньги, на которые он должен сам питаться То есть по деньгам это дешевле И самое главное, что по здоровью ребенка это намного лучше Я считаю, что, конечно, если есть возможность поселить няню, это лучше Потому что опыт с нашей внучкой, которая в шесть месяцев пошла в ясли, это было ужасное что-то То есть она болела непрерывно, она только выйдет на один день, она тут же болела С другой стороны, люди говорят, что дети в три года идут в сад, и как только они идут в сад, они начинают болеть Тут есть то, что когда трехлетний болеет, это не так сложно, как когда там шестимесячный, который сказать не может А потом они еще, знаешь, вот эту манеру у врачей, они сразу начинают антибиотики колоть Если ты пойдешь в ясли в шесть месяцев, ты можешь до исполнения года, можешь там три раза уже на антибиотиках Да, но здесь никто не колет антибиотики, чтобы не пугать людей Все лекарства детям даются в виде сладких таких жидкостей, которые с удовольствием выпивают То есть уколов никто детям не делает Потише стало, асфальт поменялся, стало тише Да, но вообще, когда маленькие дети болеют, когда идут в детские учреждения, это точно, да В отличие от советских учреждений, здесь не требуется у детей никаких справок То есть в России для того, чтобы ребенка отдать сад, нужно было сдать мочу В наше время там, да, может и сейчас так же Может быть и сейчас, потому что считалось, что ребенок может, если он болен чем-то серьезно, да, где-то там Может листы принести, или он может шею принести, или что-то такое То есть требовалось определить, что ребенок приходит в детские коллективы, что он здоров Здесь никто ничего ни от кого не требует То есть вот у тебя есть ребенок, такой как он есть То есть могут привезти больного ребенка на следующий день в садик больного Мало того, мало того Родители норовят привезти ребенка, который не совсем здоров, потому что им не с кем его оставлять Денег платят за этот сад Если ребенок в сад не ходит, за сад все равно платят То есть если он пропустил неделю, никто тебе эти деньги не вернет За сад все равно платят, поэтому ребенок с соплями и с легким недомоганием отправляется в сад И пытается переходить это дело на ногах Чем, в общем, заражают других детей тоже То есть у нас было неоднократно, что кишечная инфекция в сад уходила И, естественно, все дети заражали друг друга, потому что они трогают все руками, руки в рот и так далее Вот, поэтому это все имеет место быть И, конечно, щадящий режим это иметь свою няню, которая либо приходящая, либо живет в доме Но для этого должны быть и деньги, и возможности проживания Ясно, есть люди, у которых там, ну, денежка водится, так у них там двое детей, может быть, две няни даже Бывает это очень часто, две няни, потому что одна няня, например, днем с ребенком, да? А вторая может быть ночью, которая живет в саду Да ты про д**, конечно, я дал все очень хорошо, что когда два Да, но дело в том, что здесь дети очень много ходят в секции, гораздо больше, наверное Это постарше, поэтому нужны няни, которые могут возить И это целая, целая система здесь есть вот этих нянь, которые занимаются извозом и по детей вот по разным секциям Потому что наша внучка, например, в неделе семь дней, она ходит, наверное, на восемь лет в секции Вопрос про маленьких совсем Давай мы вернемся к вопросу Значит, я думаю, вот еще что Когда говорят, что вот нету оплаченного отпуска в США, как вот это справляется? Оплаченного нет, но если, допустим, ты за свой счет сидишь, ну, сидим, да, почему нет? Нет, ну, зависит от компании, то есть какая компания, если они согласятся держать Дело в том, что в крупных компаниях есть на эту тему политика определенная, да, сколько человек имеет право взять Это прописано Это прописано, и ему что-то может быть положено, да В маленькой компании, если человек, например, уходит и ощущается его отсутствие, то, естественно, его место хотят взять другого Потому что компания маленькая не может заживать, если там три человека без одного, правильно? Да Поэтому в маленьких компаниях совершенно другие бенефиты, совершенно другие отношения Но, в принципе, люди, которые сами немного зарабатывают, там, 10 долларов, 12, может, 15 Им даже смысла нет работать и отдавать заработанные деньги за садик, имея ребенка больным И не так присмотренным хорошо, как, допустим, если бы он с мамой родной был Поэтому я думаю, что вот это как бы больше разговор для людей профессиональных, которые хорошо зарабатывают И, ну, они просто вот платят деньги Нет, ну, я знаю, например, у нас есть знакомые, да, у них двое детей Так И у них с первым ребенком сидела до двух лет няня А в два года уже они шли в Старбрайт сад Да Вот И с вторым ребенком тоже сидела няня В то время как первый ходил в сад уже, да, то есть они платили и за няню, и за садик Ну да, да, здесь Америка, здесь нужно платить деньги Я не понял, если ребенок в садике, чего няня-то? Старший хотел в садик, а младший был маленький и сидел с няней дома А, хорошо То есть одновременно они платили из сада за няню Ну, в общем, да, то есть няня, на самом деле, должна, конечно, в идеале, если ребенок так уже старше становится, то, конечно, здорово, когда няня может сесть за руль и поехать куда-то Нет, здесь забрать ребенка еще в сад, в шесть часов нужно забрать, в чем опаздывать нельзя Если приезжаешь позже, то пироти штрафуют сразу Вот, а уже когда ребенок в школу ходит, школа заканчивается вот в два часа, в три часа, и все, и дальше нужно заниматься вот и слозом, и, конечно, идти Есть другой момент Няню нормальную, адекватную, которую не страшно ребенка оставить, тем более маленького, еще, на самом деле, очень сложно найти То есть это не то, что вот там, как на этом сэкономить, а это то, что просто нет адекватных людей И вот у нас София, сотрудница наша, она для внучки там интервьюировала Человек, наверное, 20 с лишним через нее прошло И она вот, после всех этих разговоров, у нее просто глаза на лоб вылезали от того, кто приходит Какие-то люди там, в основном это нелегалы Это могут быть очень неадекватные люди, которые никогда ребенка там не в руках, не знаю, не держали, не пеленали, ничего То есть они почему-то считают, что, а что там ребенка, ну вот, а что, ребенка же каждый может, да? Нет, нет, ребенка, конечно, каждому ты своего ребенка не доверишь, и поэтому это очень такой бизнес Если повесить объявление, там предлагаю услуги няни, еще к вам очень мало кто обратится А в основном все эти люди находят этих нянь по рефералам друг к другу У нас есть на Yahoo Groups, есть такая группа, которая называется Russian Moms В ББРе, да, и они передают их руки, то есть, например, ребенок вырос, эту няню, они сами бережно Они говорят, вот у меня няня была 3 года, а сейчас ребенок пошел в сад Вот, если кому нужна няня, обращайтесь, я даю референс Слушайте, я бы сказал так, что хорошую няню передают с рук на руки, это большой дефицит Но хороших нянь так мало, это не то, что ты захотел, пошел, взял по рефералу хорошую няню, нет То есть, если человек даже неизвестен никому, он просто приехал, с ним будут разговаривать Это работа, которую достаточно легко получить В том смысле, что если ты адекватный, производишь впечатление хорошее, то с тобой будут разговаривать Разговаривать, да, работа, это уже какое впечатление? Конечно, ну, понятное дело, что, если ты соответствуешь Ну что же, я думаю, мы поговорили, да, на тему? Или что-то еще осталось? Ну, верно, но тем не менее, жизнь показывает Мы в свое время, наверное, испугались и не стали обзаводиться вторым ребенком То, что мы только приехали, нам нужно было выживать как-то, и мы подумали, что это очень сложно Но мы приехали там в 35-36, на ноги встали, грубо говоря, к сороковнику Ну, да, но среди многих наших знакомых люди приехали сразу, обзавелись вторым ребенком Вот, мы как-то испугались, поэтому мы в этом смысле совершенно не пример И, наверное, может быть, мы что-то упустили в этом смысле Безусловно Вот, но тем не менее, очень много наших знакомых, они как раз вот приехали, пока не обустроились Если бы хотя бы там на 3-4 года моложе, потому что в 40 лет заводить ребенка, когда старший уже в университет пошел То есть мы знаем такие случаи тоже, да, это не то, чтобы такого не бывает Но просто как-то у нас так Я помню, как Лена Помилова помощь кормила у нас Но, тем не менее, дети все вырастут, у детей все нормально То есть у каждой, люди очень интересные, люди иногда принимают решения такие смелые, смоточные И думают, ой, как же они будут А ничего, как-то, раз они приняли решение, они уже понимают Скажем так, ответ на вопрос «как» находится уже потом То есть они в принципиальном плане говорят, что мы это делаем И у них нет ответов на все вопросы «как» Но по мере того, как жизнь движется, находится решение То есть если там по 10 детей, то они тоже как-то живут Они же не живут на улице, они не питаются на помойке То есть они все как-то живут Ну, в самом деле, когда уже много детей, уже вопрос «няник» не стоит, там уже старшие подрастают, младшие То есть там совсем другая ситуация в этих многодетных семьях Все это, когда у других она другая ситуация Но просто я хотел, еще раз я повторю, что иногда нет ответа, как это все будет Перед тем, понимаете, многие люди не заводят ребенка, потому что они думают А я не знаю, как это будет, я не вижу Но на самом деле, когда ребенок возникает, да, то находятся, находятся пути То есть трудно себе представить, чтобы эти пути не нашлись Я, например, знаю, тут есть одна группа, тоже на Russian Moms Они очень такие все дружные И они забарковали как бы систему садиков и всего И они организовали чуть ли не свое собственное обучение детям И свой собственный садик, когда по очереди родители сидят там 5-6 детей в этой группе И они по очереди сидят с этими детьми И даже они учат типа школы А может быть это при школе, я не знаю, но они как-то запаковали Домашнее воспитание Да, домашнее воспитание Вот у них эти 5-6 детей Я знаю компанию, где люди, их там сразу 7-8 семей И у них дети, может быть, разных возрастов, но в каком-то диапазоне относительно небольшом И они на все лето вывозят их на озера, на горные Снимают там дачу Это не проблема, дача снять не проблема Вот, они снимают дачу И по очереди там каждая мама берет там свои 2 недели И они все лето их там держат Деток, то есть народ группируется тоже Это есть Но, я думаю, в этом есть какой-то элемент Может быть, нестабильности, я не знаю Все-таки это в течение нескольких лет Так, чтобы группа людей удерживалась Вот, но, тем не менее, да Это есть такое тоже Ну, что же, я хочу сказать, что Когда люди хотят иметь деток Находится возможность иметь деток В смысле материальное Как это все решается с работой там И так далее Это уже просто больше вопрос того, чтобы хотеть ребенка Потому что все остальное сходится уже дальше Не такая страшная проблема, как может показаться И я еще от себя хочу добавить, что Когда время проходит И ты уже постарше делаешься И ты смотришь назад И вдруг выясняется, что Вот то, что казалось таким важным Помоложе, когда был Вроде такая ерунда А вот Если бы не детки, да И так вроде и не осталось ничего Пустота сплошная Поэтому Мой такой совет Так сказать, с дедушкиной стороны Да, Света, ты присоединяешься Ребята, заводите деток Это очень важно в жизни иметь деток Это полноценная семья Когда в ней есть детки Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok